всем привет с вами иван коже сегодня у нас будет обзор на новую пепси пепси имбирь пепси джинджер данная бутылка имеет объем 1 литр купил ее в атб и ценаю 12 гривен 60 копеек прежде чем я вам покажу бутылочку начнем пробовать еще немножечко отлечься потому что сегодня собирался снять обзор в маке на новую картошку фриз беконом и каким-то там соусом я не помню как он называется приехал макдональдс собственно я сейчас стою возле него вот я просто офигел макдональдс закрыли на реконструкцию висит там документ на заборе грубо ариан типа мак вы реконструирует ламли летополя никаких не сроков не как он будет выглядеть вообще инфы нету то есть есть ответственность и такое но грубо я достаточно я не знаю когда они начали достаточно бодро его разбирают то есть уже сняли крышу внутри там ничего нету фиг узнать как он будет выглядеть это все то есть стали стены оставит что-то достроит или просто крышу меняют но я не знаю внутри все оборудование все вывезли то есть он полностью пустой немножечко покажу такая глобальная стройка вот ну и когда реконструкцию закончат я не знаю проблема в том что в макдональдс в полтаве он единственный вот это да то есть и когда когда будут следующие обзоры на мак я тоже не в курсе вот обзор на картошку новую который озвучил вы тоже не будет вот единственно что запасе у меня есть я относительно недавно снял приехал утром в мак всякие завтраки то есть там большой завтрак из макать что что-то еще там мы снимали вот она лежит как бы мне никак руки не дойдут смонтировать это но как бы в дальнейшем вот еще то есть пару видосиков с мака будет вот но когда что-то по новинкам я даже не знаю вот ну может быть там съезжу в харьков киев там что-то вот за это забозреваю ну в общем такая проблема с маком вот когда его закрыли вот честно жалею что в полтаве макдональдс 1 но надеюсь они все быстро это сделают хотя бы там пару месяцев или фигу знает как я даже не знаю как быстро маки строится открываются без понятия но будем надеяться что не доведут дело до ума вот и не забрал и не забросят вот но на самом-то деле но и когда на выходные приезжаешь макдональдс тут действительно народу постоянно дофига негде сесть то есть он как бы красно трассе киев харьков вот плюс как бы пол полтавчане ждать основная масса плюс трассы вот на выходные там народу постоянно дофига то есть ну как бы расширение он нуждался будни дни как бы попроще да наверное было но так но так как есть короче ладно давайте покажу вам пепси джинджер вы многие мне они писали вот но я никак не мог найти ну рад что вот в т.б. достаточно популярная много где есть сеть вот многие где есть эти магазы вот я надыбал вот так выглядит наша бутылочка за снимаю на телефон камера села вот как близко не близко показывать но собственно пробуем давайте попробуем на внешний вид ну аля обычной пепси но я смотрю вот кажется вот восемнадцатый девятнадцатый год как-то больше у имбирный да такой имбирный запах пошел сразу со старта поперло до пепси колу ну как а колу да на всякие новинки с фруктами вишни лимоны лаймы что там еще чё только не добавляют они вот свои напитки да хотя раньше не сюда были вот классический максимум light там да это зеро и не более того а теперь уже экспериментируют слушайте ну вообще запах реально вот имбирь все имбирь забивает из пепси почти не чувствуется ну вообще я имбирь люблю но любимый имбирь тот который мы кушаем в суши а так ну принципе я имбирь иногда как бы нормально так заходит то есть с чайком там или просто там я не знаю еще где-то в каких-то блюдах ну как бы к имбирю нормально отношусь думаю пепси должны понравиться хотя кто его знает жесткое послевкусие то есть вот сначала ты пьешь ты чувствуешь имбирь потом когда ты начинаешь как бы глотать пепси ты чувствуешь уже сам напиток непосредственно пепси да ну а потом когда ты проглотил вот такой к этому не особо приятное послевкусие и на имбирь не похоже и на пепси нет послевкусие фе послевкусие реально неприятно то есть классно начинать пить классно когда она во рту но послевкусие остается какой-то не особо хорошее знаете вот ну реально мне нравится когда ты начинаешь пить когда у тебя во рту этот напиток находится но послевкусие мне что-то непривычное то есть ну возможно это обычный вкус имбиря возможно из-за того что напиток газированный да то есть вкус вкус имбиря он более насыщенный получается из-за этого и вот послевкусие мне не особо приятно но необычно необычно реально попробовать точно стоит своих почитателей этот напиток точно найдет я наверное сейчас вот вспомнил вот когда пьешь чай то есть мы просто берешь корень имбиря да там в чаёчек немножечко там мелко его настрогал то есть и ну принципе я как бы с ну когда выпиваю чай то есть этот имбирь съедаю и вот бывает какой-то кусочек да то есть более толстый и вот этот большой кусочек имбиря он может быть настолько сильным мощным даже немножко горьковатым вот по вкусу что понравится это просто не может и вот послевкусие мне напоминает вот эти ощущения когда ты захаваешь на какой-то такой горьковатый большой кусок имбиря ну не настолько большой но больше чем нужно но если сравнивать вот эту пепси с другими пепси которые там были до с фруктовыми какими-то добавочками так далее то наверное топовый все-таки для меня останется пепси вишня вайлдчерри или как он там называлась да то есть ну это до нее как бы не дотягивает но в любом случае оценку поставлю 4 необычно непривычно попробовать точно стоит возможно многим понравится вот мне в целом вот как пьется напиток понравилось но вот послевкусие немножечко подпортила полное ощущение ответ на дежурный вопрос буду в дальнейшем брать данной пепси или нет наверное все таки нет ну как бы попробовал и на этом наверно стопорнусь а у меня на этом все подписывайтесь на мой канал если вы тут впервые не забывайте ставить лайки это ваша поддержка благодаря вашему лукасу видосик найдут новые люди подпишутся на канал и нас станет больше спасибо вам всем приятного аппетита до новых встреч и пока